В мае 1957 года Совет Министров РСФСР утвердил строительство телецентра в Оркуте. Была выбрана стройплощадка, подготовлен типовой проект, даны заявки в организации, оснащающие телецентры необходимой аппаратурой. Самым крупным по количеству населения в городе-республике в Оркуте стало возможным возведение телецентра с большим, более 200 квадратных метров, съемочным павильоном. Тогда как телецентр в Сыктывкаре, возведенный только в 1966 году, был построен без учета перспектив с павильоном студии чуть более 90 квадратных метров. В первый год работы, в 1959 году, в Оркутинской телестудии было выдано в эфир 535 часов передач. За нами наблюдают очень внимательные глазки. Кись, да я ж тебя не трону, Котя, девочка. Кися, маленькая, кто ты живу? Я сейчас тебе кушать чего-нибудь принесу. Сейчас, подожди, подожди. Божечки, как жалко вас всех. Сейчас принесу, подожди. Короче, вернулась я домой. Специально взяла покушать у того котейки. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне, иди. Поши, поши, поши. Да, 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 вот, 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 вот. Ну, а кто-то, наверное, уже понял, что мы сегодня будем снимать. Мы сегодня будем снимать второй район. И начнем мы, наверное, с нашей, с нашего телецентра. Я прошла немножечко дальше телецентра. Немножко снимаю вот эту территорию. Здесь у нас пожарная часть. За пожарной частью был раньше поселок, которого полностью сейчас нет. Я сейчас на территории бывшей военной части. Здесь КПП. Смотрите, какие еще ворота остались. И вот в этом здании сейчас располагается кожа, вен, диспансер, который перевели с пироговым. И если выйти через вот эти вот воротики, перед нами как раз откроется вид на телецентр. Вот такая вот она сейчас обновленная здесь дорога. Воркутинская ТВ транслировалась на третьем канале. Воркутяне выстраивали свободное время по интересующим их тематическим программам местного телевещания. И наоборот, ТВ подстраивалась под воркутян. Все было неплохо отрегулировано. После 18.00 до 7 часов вечера, как правило, обязательно были мультики для детей, пришедших из детских садов. Далее новости со спортивным блоком. А после художественный фильм. Надо отметить, что все программы снимались в студийных павильонах телецентра. В 1963 году началась подготовка к первой встрече в клубе веселых и находчивых. Это был достаточно дерзкий шаг. После Москвы и Ленинграда наш город стал первым, где КВН захватил всех от мала до велика. В студии тогда собиралось до 100 человек. Игроки, болельщики, организаторы съемок. Насколько хорошо была оснащена воркутинская телестудия в 60-х годах, говорит одна небольшая зарисовка. Обращение к директору воркутинской телестудии Ткачевой. Сыктывкарская студия телевидения просит вас выслать сроком на 7 дней киносъемочную камеру СП-16 в связи с поездкой нашего кинооператора в Москву на 23-й съезд КПСС с делегацией КОМИ АССР. С воскресенья 1 июля 1973 года воркутинский телецентр начал регулярную трансляцию первой программы центрального телевидения. А с 30 июня воркутинцы получили возможность принимать на выбор первую или вторую программу. Пришла эра орбит, ушла целая эпоха. Когда появилась та самая орбита, она была страшно непопулярна. Самое главное, что был сломан привычный жизненный уклад. Телевидение больше не учитывало интересы местного населения. И вскоре центральное телевидение заменило собой воркутинское. В начале 70-х годов прошлого века большую роль в распространении новаторского опыта играло социалистическое соревнование. Надо отметить, что в этот период в соревновании принимало участие 131 предприятие отрасли. И по итогам всесоюзного социалистического соревнования коллективов системы Гостелерадио в третьем квартале 1974 года третья денежная премия была присвоена воркутинскому РТЦ. Немалое значение имело и социалистическое соревнование между тремя радиотелецентрами самой республики – Цыктывкарским, Уктинским и Воркутинским. В течение нескольких лет переходящее красное знамя по итогам соцсоревнования присуждалось коллективу Воркутинского радиотелецентра. Воркутинская студия явилась отправной точкой для многих ее сотрудников, имена которых стали известны по всей стране. Первый директор Анна Ткачева впоследствии работала в Останкино. Юрий Барсуков стал ведущим оператором программы «Взгляд». Режиссер Игорь Шатхан удостоен премии Союза журналистов СССР. Режиссер Константин Бромберг. Народный артист России Владимир Мишул. Он начинал свой путь на студии скромным помощником режиссера. Железная дорога, которая ведет через второй район на ЖБИ. В этом году, по-моему, ни разу не ездили. Так иногда раз в год проезжает какой-нибудь паровоз, тепловоз. Да, в прошлый раз, когда я снимала ту сторону Лермонтова, я сюда не подходила, здесь не снимала. Не говорила, что в здании АТС, или рядом со зданием АТС, расположено мойка самообслуживания. И, между прочим, здесь иногда выстраиваются прямо очереди, чтобы помыть свою машину. Вот она пользуется популярностью у нас. Ах, ну да, как же я забыла. Не совсем у меня в кадр не попал. Раньше была баня. Наше здание бани. А потом из нее сделали кафе или ресторан, омут. Одно из любимых мест, где любят гулять жители второго района. Кто по теплотрассе гуляет, кто по железке гуляет. Мы сейчас снимем эту сторону второго района. Потом перейдем туда, на Суворово. Впереди нас, видите, симпатичное здание. Это бывший ресторан Кавказ. А теперь там занимаются детки. Это дворец бокса. Дом разрушенный, по-моему, сгорел. И вот дворец бокса. Здесь, по этой стороне, как и по той через дорогу, стоят вот такие заброшенные раз, два, три, четыре дома. Причем вот во втором или в третьем, во втором от нас, да, там висит тарелка. И там такое впечатление, что там еще даже живут. Ромес попросил зайти во второй подъезд и на второй этаж снять его бывшую квартиру. Вот если честно, я, блин, я даже не знаю. Я, наверное, там и не пройду даже. Видите, подъезд какой. Там что-то прямо очень сильно захламлено все. Нет, ну, я, конечно, попробую. Какой здесь подъезд? Второй, да. Десятый. Десятая квартира. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да простят меня все те, кто не любит ходить по заброшкам или все те, кто думает, что я подаю плохой пример или еще что-то. Где же здесь была десятая квартира-то? Ай-яй-яй. Честно, я ведь не знаю, где была десятая квартира. Что не написано? Придется зайти в обе. Комната. Сейчас я поставлю поменьше. Тоже комната. Большая идет. Довольно комната. А прихожая-то какая вообще здоровая. Шкафы. Так, это получается вообще трехкомнатная была квартира. Супер. Классно. Кухня. Маленькая комнатка, третья. Нет, мне кажется, вот эта десятая, наверное, была. Сюда. Где-то в сторону. Здесь комната с кухней. Стенка разрушена, получается. Остался какой-то кухонный интерьер, еще шкаф. Большая комната. Здесь тоже стену разрушили. остатки фотообоев. Остатки фотообоев. Смотрите-ка, здесь были арочки такие симпатичные. Да. Комнаты все-таки были хорошие, большие. Везде валяются книги. Вот, куда бы я ни зашла, в каждом доме, ой, в каждой квартире валяются книги. Особенно очень много книг было на цемзаводе. Я когда заходила, там, видимо, готовились уже к переезду люди. И не забрали, потому что в коробке они сложили все книги. В книгах очень много было коробок, а в них были книги. И вот эти коробки, они так и остались. Ладно, я спускаюсь. На крыше шумит ой, железная. Как это называется? Чем крышу кроват? Так, здесь не было никаких. Вот, видите, Воркутана, надпись оставшейся в Воркутов, столица мира. Одиннадцатая дверь. Ой, Рамис, ну все, мы вышли из вашего подъезда, пошли дальше. Вот это вот малосемейка, номер тринадцать, дом номер тринадцать, который мы снимали в прошлом видео. Сейчас мы идем по этой стороне. в этих, наверное, получается, в квартирах еще живут. Представляете, жить в таком доме? Хотя квартиры там реально большие, удобные. Да, если сравнивать сегодняшнее время и советские, советские времена, я думала, по советским меркам там шикарные квартиры считались. многие хотели бы пожить в таких квартирах. Да, вот здесь уже нет. Здесь уже тоже все не жилое. Дверь открыта. в этом доме точно никого нет. А нынче выгнали за дверь Спасибо, Нипенько. Скажите, кто меня теперь почешет за лужком? Совсем один сижу на пне Ненужный никому Ой, худо мне Ой, страшно мне Ах Здесь вот три семьи живет, да? А там там уже одна осталась женщина, но она в больнице, по-моему. Ну, она даже не позже была, где я была с ней, как позже была. Почета была на Лермонтово 13, была воркута 13, воркута 15. Воркута 15 была в пятиэтажке, потом вверкасы была там, да. Дана Антоновна разрешила снять ее. Она мне немножечко рассказала, что вот здесь вместо площадки был раньше стоял жилой дом, да? Да. Рядом стоял. Да, и Дана Антоновна жила здесь в пятиэтажке по Лермонтово 20, и на ее глазах строился весь второй район. сейчас живу вот ворочками сейчас. Да. И вот у нас возникла дискуссия, я думала, что вот здесь за вот этой площадкой стояла школа двухэтажная, вот, но вроде бы как нет, не стояла там школа, зато музыкальная вместо вон той или за этой пятиэтажкой, да, вот зато вдоль вот этой дороги, туда, где остановка, вот, Суворово остановка, и она стояла на этой стороне дороги. Вот там школа стояла, да, музыкальная. А вот там видите, где детки сейчас, мы сейчас еще там пройдемся, да, там были раньше ясельки, ежик назывался этот детский сад. Сейчас еще пройдемся, там снимем это здание. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Да, мы сейчас с одной стороны от этого садика ежик. Смотрите-ка, здесь что высажено, смородина здесь растет. А еще что-то интересное. Не знаю, что это. Рябинка еще здесь растет. Смотрите, и даже картошка. Ух ты! И цветет прям картошка. Ну, надо же. А что-то две картошки такие разные, да? Или это что такое? Вот это что такое? Вот это вот. И что-то не знаю. и я тоже не знаю. А вот это картошечка цветет. Смотрите, какое здание облагороженное. высажены вон рябинки. А здесь уже большая смородинка выросла. Сейчас это здание принадлежит баптистам вроде бы. Ой, какой здесь стул интересный. Сейчас я вам покажу антивандальный стул, да? Прикольно придумали. ой, а вот здесь сейчас Дионис, а раньше там был хлебный магазин. Дионис, вот перед нами здание, в котором на первом этаже располагалась галантерия, такие хостовары, а второй и третий занимала вечерняя школа. хостовары. А в этом здании на первом этаже был магазин гастроном, на втором участковый, по-моему, и ЖЭК вроде бы. И вот на этом пустыре ставили елочку зимой, горку. Надежда уже не работает, а вот салон Людмила очень даже работает. И континент, смотрите, вывеска старая сохранилась. Какой у нас асфальт. О, как ровненько ходить хорошо, приятненько. Видите, какие у нас здесь мочики крутенькие. А в этом здании у нас раньше был магазин «Малыш». Сейчас располагается «Грант». Двери здесь остались еще, да, старые, очень классные. И вот эта вот школа, которая раньше была школа номер 13, а теперь там сейчас интернат находится. А школа 13 сейчас в новом здании. Любимый 25-й гастроном, который теперь стал пятерочкой. детский сад «Смородинка». О, семиэтажка двухуровневая. Да, там квартиры двухуровневые. И 13-я школа. Вот у нас что делается на территории сада. Устанавливаются новые детские модули. Мне еще попросили снять школу номер 13. появился вот такой забор возле школы. Смотрите, поставили лавочки. Можно было посидеть, отдохнуть. вид за школой. Мы сейчас перейдем на сторону Суворова. Становка на Суворова. Смотрите, девятиэтажка, которая раньше была общежития, она сейчас тоже полностью заброшена. такое классное здание было. Прям жалко, что оно вот так погибает сейчас. Такой стафор здесь у нас для тех, кто ни разу его не видел. О, мы сейчас будем улицу как раз переходить. Видите, мы тоже в цивилизации. Пункт свой появился. Вайлдберрис. Пойдем сейчас туда. Это корпус Ана Суворова. Мы идем по нашей старой части второго района. Для нас просили снять на память эти старые двухэтажные дома, пока их не снесли. какие домы делали с такими красивыми лепнинами, узорами. Еще на этих домах где-то стоит год постройки. Не на всех, конечно же, но есть. Скворечник типа или кормушка. с этой стороны снимем магазин. Малыш он был, потом стройматериалы там были, потом Грант. А, я вот как раз хочу снять на этих на этом здании такие барельефы были сделаны. Это же Шахтерский район Тире Горняцкий. Барельеф Шахтера с отбойным молотком. Думала, здесь получше. Нет, здесь тоже такое уже. Не очень хорошее изображение. Блин, ну надо же, даже здесь уже успели все повыбивать. Это вот где как раз располагался магазин хозяйственный наш. Ну да, вот отсюда они как раз все зашли и все это поразрушали. Это, наверное, тоже относилось все к галантерее. Ох, какой холод оттуда идет. А здесь был вход в вечернюю школу. Видите, тоже все открыто. Я уж не знаю, заходить туда не буду, что-то там темно прям. здесь магазин перестал работать после того, как хозяина 90-х или уже в начале 2000-х убили. Смотрите, как здесь, а еще здесь был игровой зал. Да, здесь тоже все открыто. Заходи, не хочу. Да. Казалось бы, работали же, вроде, неплохо работали все эти учреждения. ну ладно. Вечерка-то да, вечерка уже сейчас в принципе изжила сама себя. Она сейчас, наверное, никому не нужна вечерняя школа. Ну вот Джек работал здесь. Опорный пункт милиции. Странно очень, конечно. Здесь все открыто. Представляете, а здесь еще и вода течет. Вообще я зашла только из-за того, что я увидела книги. Ой-ой-ой. Это же классика. Вода течет. Надо сейчас будет сказать кому-то, чтобы... Смотрите, вообще капец какой-то. Надо сейчас позвонить, сказать, чтобы здесь все закрыли. получается, совсем недавно здесь еще жили люди-то. Вот еще такая прикольная детская энциклопедия и незнайка. Да. ух ты, еще книги. Так, «Американские трагедии». Мартин Эггин есть. Это нет. Неванно. Хоффман. Представляете, личная библиотека Амбалова Михаила. Интересно очень. Ух ты! Вот это вообще класс. Обалдеть. 60-й год. надо может быть библиотеку даже сдать. Кончаров. Кучинская средняя школа. Куни АССР. Волхвы. Волхвы я читала. Вот это по-моему общежитие. Здание общежития. Здесь вот какое-то перед нами стояло тоже здание деревянное снесли. Ох, какая тут раньше горка все время возводилась. Ой, хорошая, хорошая. Так, детский сад. да. Вот вам и заброшки. О, здесь уже вообще здание. здание. Это как на Лермонтова тоже почти стена разрушилась. здание. Да, получается, что вот эти вот двухэтажки расселили первыми, а та, в которой я вот сейчас книги видела, одна из самых последних. Буквально вот совсем недавно-недавно люди оттуда уехали. Ой, что ж такое, я по ямам опять иду. Дорога-то вон какая. Я смотрю вверх, поверх камеры и не вижу этих ям. Ну вот, мы подошли к одному из двухэтажек, к одной из двухэтажек, которая сейчас вроде бы еще работает. Раньше, по-моему, это было какое-то терапевтическое отделение. Сейчас, видите, написано гостиница София, а раньше здесь лечились больные. Кто с туберкулезом, кто еще с какими-то заболеваниями, лежали вот здесь, в этой больничке. Она типа как санатория, что ли, была. А, по-моему, вон-то тоже так же отделение к нему принадлежало. Вот, а вот на том как раз здании написан год. здесь сейчас автосервис. Так, и вот здесь ой, что ж такое-то, извините меня, что я по этим ямкам хожу неаккуратно. Весь вход уже зарос. Так, и мы видим здесь дату. Ой, дата такая суперская, прям не рассыпалась еще ни капельки. Четенько так все выбито. И она, по-моему, вот это вот, вот это вот здание принадлежит автосервису. и оканчивает улицу вон тот раз, два, три, четыре, четырехэтажный дом, который находится как раз напротив телецентра. Видите? Напротив телецентра. Мы сделали такой круг с той стороны, пришли на эту сторону. И у нас здесь идет работа, здесь, по-моему, крышу меняют. А мы сейчас сходим к бывшей детской поликлинике. А это я просто так захотелось мне пройти по старым ступенькам. бывшая детская поликлиника, которая была в пятиэтажке, в полукруге. Это потом детскую поликлинику перевели во взрослую, во втором районе. заворачиваем сюда. Потому что те, кто раньше здесь жил, водили своих деток именно в эту поликлинику. в эту поликлинику на улице Линейная. Видите, где синенькая пристройка? Именно там был вход в поликлинику. По-моему, первый и второй этаж. тоже установили несколько новых модулей. Ну, да. Наши площадки, конечно, не сравнить с теми площадками детских садов, которые расположены в центральной полосе. Гараж вот это вот, вот этот вот. Нет, это разве не дом разве был? Гараж что ли? А? Я думала здесь дом был, вот этот вот фундамент. Вот. Все возможно. Может быть и гараж какой-то. Не знаю. Вот. Ну, мы сейчас возвращаемся домой. домой. Продолжение следует... Продолжение следует...